В холодильнике нашла вот такую вкусняшу. Сейчас будем кушать. Прям холодный арбузик. Летом то, что надо. Особенно люблю, когда вот этих семечек мало. Мне, кстати, в комментариях писали, что я ем эти семечки и ничего подобного. Я их выплевываю. Кстати, я утром сгоняла, купила 3 килограмма сухого корма для Твиксика. Он у нас в день ест 2 рагу и сухой корм. То есть жидкий корм он любит намного больше, чем обычный вот такой. Но его тоже мы покупаем. Он обалденно пахнет. Покупаем там же, где наш ветеринар. И еще он нам посоветовал такую вот пудру. Это профилактические меры, чтобы не было блох, никаких насекомых. Чтобы животное себя чувствовало в такую жару комфортно. Надо просто присыпать его тело, отодвигая волосики. Я специально корм высыпала сюда, потому что здесь крышка закрывается очень герметично. И запах не выветривается. И, естественно, Твиксу очень нравится этот запах. Он его манит, поэтому мы храним корм именно вот в таком виде. А сама я тоже очень нарядная. Правда, нормально нарядиться даже времени не было. Мы сейчас идем видеться с Шелли. Я как всегда опаздываю. Нужно быстро-быстро бегом из дома. Одела я то, что и надевала вчера. Вот так. Я уже на месте. На улице такая обалденная погода. Вы знаете, ни жарко, ни холодно. Я обожаю вот так. Встретились с Шелли. Она сейчас пошла в ту самую дамскую комнату. Я сделала вид, что я не опоздала. Я вот думаю, что мне надо как-то составлять режим дня или что-то делать. Так не пойдет. Я постоянно, вечно опаздываю. И этот момент меня жестко прям начинает нервировать. Вчера я прям обещала себе, перекрестилась, что завтра утром я рано встану. И так и не получилось это сделать. Все. Я маме сказала, если завтра я не встаю рано утром, то просто ведро воды мне на голову. Другого варианта нет. Уже выбираем с пупсиком. Посмотрите, какая машина с надписями. Ну, в смысле, это типа свадебная. Ну да ладно, сейчас не об этом. В общем, я хочу себе супчик, но здесь нету грибного. Не знаю, только в меню нету или вообще нету. Стоит 4 маната. Вы ее знаете, это самое милое создание. С красивыми ровными стрелками. Мы хотели там сфоткаться, вот там вот. Но там был ребенок, который не дал нам эту возможность, к сожалению. Это камера, куда поставишь, там стоит все. Вот идеально. Вот реально. Можно мудбанк так снимать. Или сделать фото, например. На сосновку. В ресторане. Может, наш суп-кадр сделать. Короче, ждем еду. Я заказала себе такой смузи с малиной. Или с чем был? С клубникой. С клубничкой и бананами. И томатный суп. Буду пробовать, кстати, впервые томатный суп. Расскажу вам свое мнение. Мы, кстати, в кофемане. Мне это заведение очень-очень нравится. Но единственный момент, мне кажется, здесь немножко неоправданы завышенные цены. Но зато обстановка офигенная. Поэтому мы очень часто предпочитаем именно его. Чтобы не ехать куда-то далеко. А прямо здесь вот посидеть. А цены, мне кажется, ну такие. Шелли принесли картошечку фри. Мне принесли пока что только воду. Ну сколько стоила картошка фри? 4 маната. Опа, хорошо. 4 маната и кола 3. Вот так. 2,50. 2,50. Ребят, мне так угодно. Посмотрите на эту другую огромную. Просто, не знаю, первую раз в жизни такое вижу. Коктейльчик стоил 8,50, по-моему. Но это типа такой смузи со свежими фруктами. Мне тоже наконец-то принесли. Но принесли очень поздно. Шелли уже все доело. Я смотрела на нее полчаса. Но хорошо, что принесли. 4,50 стоит вот такой вот супчик томатный. Будем пробовать. И уже в конце можно сказать свое мнение. А трубочку очень даже, кстати, зря я укорала. Очень удобно пить. Воду зря заказала. Даже не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я уже попробовала вообще невкусный супчик. Прям, не знаю, даже доесть не могу. Хотя я голодная. Мы тут, ребята, в такой жопе. Когда платить счет, мы поняли, что, оказывается, я забыла кошелек дома. Теперь я не знаю, как платить у меня ни карточки, ни кошелька. Прикиньте. Ситуация. Короче, в первый раз в жизни я настолько сильно опозорилась. Вернее, мы. Нас двое. Короче, что произошло? Что-то выпало, да, из моего кошелька. А, у меня кошелька нету, точно. В общем, мы сидели в ресторане. Ну, это ресторан или как кафе-кофемания. И потом, когда уже мы захотели счет, я поняла, что, оказывается, я забыла кошелек дома. Кошелек и карточку. Обычно я сзади чехла. Всегда здесь у меня денежка. Хотя бы 20 монат. Этого бы хватило, чтобы заплатить за счет. А я нищебродка. Не говори так. Ты мое солнышко, ты мое сердце. А я надеялась на богатлю блогершу. На подругу, да? Да. Ну, в общем, короче, у нас, оказывается, нет денег. Мы не можем заплатить. Вечно, помнишь, когда мы заходили в ресторан, мы всегда говорили, если что, помоем посуду. Вот реально сегодня мы были в ситуации, когда надо мыть посуду. Но нам повезло. В кофемании очень крутой администратор. Очень хорошо сразу решает проблему. У него, оказывается, была своя карточка. А у меня было приложение, через которое я могла ему перевести деньги. Но перевести деньги не получилось. Потому что у меня какой-то 3D security. В общем, и на помощь кто нам пришел? Мой парень. Решанчик, спасибо тебе огромное, что заплатил за нас. Я тебе поэтому говорю, тебе надо найти классного парня, что в следующий раз мы сидели за его счетами. Это мне разбогатеть. Нет, я просто считаю, что ты никому не даешь шанс. Вот что ты неправильно делаешь. Надо давать шансы всем. А не всем хотя бы. Всем, нет. А если у твоего парня не было денег? У него есть на карточке. Ну, он бы что-то придумал бы. Он бы спустился вниз и заплатил бы с банкомата. Ну, блин, мне хочется в это верить, чтобы он заплатил. А он бы помыл бы за тебя посуду. Ну, или так, пригласили бы его, он бы помог бы помыть посуду. Вообще, люди здесь очень хорошие. Мне администратор говорит, вот моя карточка, иди домой. Когда у тебя время будет, скинешь мне деньги. Я такая в шоке. А вдруг я тебя кину вообще? Ты не подумала об этом, что я могу тебя кинуть? Я немного так. Ой. Хотели посидеть здесь, а здесь до века народа. Да и вообще в парке очень много народа. Можно... Такое ощущение, что весь Бакон как раз-таки в этом парке. И вот эта кошечка сзади позже. Такая милая. А здесь, кстати, у нас строится... Точнее, уже достроилась. Правда, его еще не открыли. Это SunFedMate. То есть, если у вас возникли проблемы с паспортом, с документацией, вам сюда. Все вопросы решаются здесь. Я, когда квартиру покупала, тоже оформляла во SunFedMate. И только не в этом. А этот совсем близко находится ко мне. Поэтому будет безумно просто удобно. Хорошо, что это придумали. Эту систему вам никуда бегать не надо. По любым вопросам, связанным с документацией, вам сюда. Смотрите, кто меня дома сразу встречает. Вот и мамина радость. Мамина сладость. Знаешь, на улице сколько таких, как ты. Вот такого, как ты, сладенького нету, конечно. Такого покладистого мальчика. А вот и мой кошелек. Дома. Я думала, я посеяла по дороге. Ну, я, конечно, конкретно стрессанула. Но мне очень понравилась реакция вообще персонала. Все хотели как-то помочь. По идее, у меня на карточке были деньги. Но почему-то невозможно было сделать перевод. У меня какой-то 3D security, который не позволяет кидать с карточки на карточку. Кстати, завтра надо позвонить в банк. Или вообще настроить Apple Pay. Да, надо настроить. Это очень удобно. В общем, прикиньте, мне администратор говорит, вот моя карточка. Пойдешь домой, потом спустишься и мне кинешь. Или завтра кинешь. Прикиньте, у меня просто глаза на лоб залезли. А вдруг я тебя кину? Я сейчас уйду и больше не приду. Вот что ты будешь делать тогда? Настолько доверчиво. Мне прямо безумно понравилось. И это реально. Говорит, не переживайте. Сейчас устроим. Сейчас все организуем. У всех бывает. Но мне настолько стыдно было сегодня, как не было никогда. Мне всегда бывает страшно, что я, например, еду в автобусе и у меня, оказывается, нет мелочи. Или в ресторане. Ну, впервые в жизни у меня такое неприятно. Но да ладно.